Мы на сегодняшний день видим порядка 140 с лишним миллионов тонн, которые будут выданы предприятиям. Если мы сейчас уже прогнозируем дефицит выданных квот для выполнения своих обязательств у предприятия, где-то порядка, может быть, 10%, то мы думаем, что первичная торговля, это последующие два года, 2014-2015 год, она охватит порядка 10%, то есть порядка 14-15 миллионов тонн будут ходить внутри рынка, то есть их нужно будет выкупить, потом дальше продавать. Второй фактор, который влияет на эти данные, это ценообразование, то есть какая образуется цена на сегодняшний день. Все покажет биржевая торговля, будут проводиться аукционы только методом аукционной продажи через товарные биржи. И там уже в конкурентной борьбе предприятия смогут определить оптимальную цену для квоты. Для справки, в Евросоюзе на сегодняшний день, те продвинутые рынки, которые действовали с 2008 года по 2012 год, там наблюдается серьезный спад. Почему? Потому что предприятия и трейдеры европейской системы, они немножко увлеклись самой продажей, то есть не ставя во главу угла экологичность всей системы. Поэтому произошел небольшой перевыпуск квот, и там, получается, сейчас предложение превышает спрос. То есть цена квоты упала до минимума, до 3 евро, она постоянно колеблется. Мы планируем так, чтобы не допустить таких спекуляций и такого падения, мы предоставим рынку самостоятельно определить цену квоты. Но по оценкам различных международных экспертов, если цена будет ниже, чем 10 долларов на рынке, то система не будет достаточно эффективной. Поэтому я думаю, что мы как регуляторы предпримем необходимые меры, чтобы каким-то образом зафиксировать хотя бы начальную цену. То есть, допустим, мы выставляем на торги квоты по цене в 10 долларов, дальше предприятия, уже участвуя в этих торгах, исходя из конъюнктуры спроса и предложения, смогут регулировать цену либо в сторону понижения, либо в сторону увеличения. Но фиксировать цену нормативным актом в Казахстане мы не будем, потому что это подход, который как раз должен сформировать сам рынок. Но если считать грубо, то есть порядка 14 миллионов тонн условных единиц, если будет ходить на рынки, даже если взять цену по одному доллару, это уже будет 14 миллионов. Ну, один доллар это совсем мало, если брать по 10, то соответствующая цифра в 10 раз. Пока очень сложно предсказать это, я думаю, что в ближайшие год-два покажут, как сформируется рынок. Но эффект экономический от него однозначно будет. Почему? Потому что за счет начала торговли, за счет внедрения этой системы, Казахстан получает возможности для входа инвестиций, зеленых инвестиций так называемых. Ну и не нужно забывать о том, что сейчас уже в мире предпринимаются такие превентивные шаги, что на рынке развитых государств не допускается продукция из тех стран-производителей, где эти системы не внедряются, система ограничения выбросов. То есть они становятся неконкурентоспособными. По идее, мы внедряем эту систему ограничения торговли парниковыми газами, мы даем нашей промышленности еще один шаг, еще один плюс большой, чтобы выйти на мировые рынки. Если в Казахстане эта система будет работать, будут учитываться эти выбросы, предприятия будут получать квоты и ограничивать себя в выбросах парниковых газов, то их продукция, она станет, скажем, на голову выше по конкурентоспособности, чем произведенная в тех странах, где эти системы не внедряются. Продолжение следует...